Один человек скончался, четверо детей пострадали, еще одного спасателя в данный момент продолжают искать под завалами. Очевидцы рассказывают, взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило оконные рамы, а несколько прохожих взрывной волной отбросило на метры. Благо, никто из них не пострадал. Я там во дворе, на первом этаже, в помещении был такой взрыв, выскочил в спецовке, смотрю, вот такой вот завал, беда. Аж огонь сюда перекинулось. Завалы, когда начали разбирать, там под плитой двое оказались. Один придавленный был в крови, другой там рядом. Домкраты принесли, домкратами подняли, плиту же невозможно. И меня дома не было, мальчики были дома, к счастью, они были на кухне, поэтому, ну, там все побито, дети, шикурала, ходите, что здорово. Впоследствии выбиты рамы, разбиты стекла. Стекла, дверные проемы. И у соседей полностью рамы выбиты. Первый, второй, третий, четвертый, пятый этаж все пострадали. У всех вот эта сторона, в которой волна была. Очень большой, это, конечно, честно говоря, мелочь, в основном, с тем, что там люди пострадали. По сравнению, да, главное, чтобы дети остались, дети, люди. Это все поправимое. Двухэтажное строение буквально превратилось в руины. Предварительная причина ЧП – взрыв бытового газа. Прибывшие на место спасатели оперативно приступили к разбору завалов. В этом им активно помогали местные жители. Позже территорию огородили, и сотрудники МЧС несколько раз объявляли минуту тишины. Есть вероятность, что еще один ребенок остался под завалами. Внимание всем! Объявляется минута тишины. Отключаем двигатель и соблюдаем тишину. Работают технологии. 15.09 по системе 112 поступило сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме по адресу Амирхан Тултана 3Л. На место взрыва направлены силы средства Махачкалинского гарнизона. Это спасатели и пожарные. Кинологическая служба, психологи, инженерная техника. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Площадь разрушения 130 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован. Проводится разборка конструкции. Имеется вероятность, что под завалами может находиться один человек. Трое пострадавших детей доставлены в Центральную республиканскую больницу. Один ребенок находится в ожоговом центре 2-й городской больницы. По факту взрыва прокуратурой региона организована проверка. Карим Данив, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.